Всем привет! С вами Светлана и сегодня, наверное, завершающий отчет по моему проекту икону Казанской Божьей Матери и покажу вам, на каком я сейчас этапе. Вот я на таком этапе, у меня осталось буквально несколько крестиков и хотела бы поговорить с вами об одной проблеме для меня, которая сейчас стоит очень серьезно. Это подпись иконы. Если мы сейчас посмотрим на икону, то мы увидим, что вот эти буквы, где должно было быть написано, что это Богоматерь, да, здесь МРОУ. Достаточно невнятно здесь какие-то пятна, да, и то, честно говоря, я уже начала вносить изменения, да, я все-таки начала прописывать эти буквы, я предполагаю, что когда я сейчас завершу и отшив всех крестиков, то буду делать БЭКом подпись, да, сейчас покажу вам, что я разработала. Ну вот, такие вот у меня будут буквы. Я предполагаю, что, скорее всего, это будет выделено БЭКом, какого-то терракотового цвета. Я не буду брать красный цвет, а, скорее всего, все-таки оставлю такой терракотовый, да. Сейчас вам покажу, как это обычно делается на иконе, да, вот, что у меня отсвечивало. Сейчас, минуточку. Ну вот, вы видите, да, как это идет. И сверху такая вот, такой вот вензель. Они бывают разные, бывают в виде такого вот, как покрова букв, бывают в виде изогнутой такой линии. Сейчас покажу еще несколько вариантов. Ну вот, если мы посмотрим на самой казанской, да, ну, наиболее, именно в оригинале, с которого делалась эта схема, она выглядит, эта надпись, вот так, да. Издалека вот так. Вот то, что мы видим справа. И, конечно, будет необходимо подписать Иисус Христос и, соответственно, все буковки прописать. Так что вот сейчас я этим занимаюсь, думаю, как это лучше сделать, как это оформить. Вам все, конечно, расскажу. Хочу показать вам поближе, как это на схеме выглядит. Вот это место с буквами, да, предполагаемыми, оно вот здесь перед вами. То есть, по идее, вот это вот как бы начало или какая-то частица буковки М, да, вот здесь должна быть буква Р. Ну, вы видите, что она невнятная. И, как бы, даже если мы посмотрим на отшиве, совершенно это даже на хаед не похоже. Знаете, как на хаеде отшиваешь, вроде что-то невнятно, а издалека видно, что это буквы проступают, да. Но здесь я уже внесла изменения. Все-таки я как-то отшивала больше, чтобы мне потом сделать бэк буквы. Вот, а здесь как-то это не очень получилось. Ну, пока вот в процессе. Пока в процессе. Оставайтесь со мной. Последний крестик. Ну, вот я завершила крестики. И сейчас буду заниматься бэком. Это дело не быстрое. Скорее всего, буду возиться долго. Потому что, что касается Богоматери, у меня буквы уже прописаны. А вот что касается Иисуса, еще пока нет. Поэтому вот пока так. Ну, вот думаю о цвете бэка. Решаю между более таким красноватым, да. И вы видите вот этот вот. Более красноватый это вот такой символ. Сейчас вам покажу. Вот этот. И более коричневатый это сердечко. Вот такой. Вот, смотрю. Пока думаю, к чему склониться. Мне кажется, скорее красноватый. Вот этот вот я возьму. Тот, который слева. И буду уже им отшивать. Вот то, что у меня получилось в результате. Я думаю, что я так это и оставлю. Сейчас мне предстоит исправить вот это вот. Не исправить, а немного дополнить. Вот так у меня получилась вторая надпись. Ну, немножко, конечно, вот эта вот буква, она меня смущает. Ну, думаю, что переделывать я не буду. И так и оставлю. И осталось мне еще младенца подписать. Вот. И можно будет снимать работу с пялец. Завершила я работу над иконой. И вот так вот выглядит икона. Ну, собственно, то, откуда списывали. Списывали. Ну, не знаю, как. Это оригинал, да, с чего делала схема. И вот так вот у меня выглядят буквы, которые я отшила. Ну, это спорный вопрос. Красиво, не красиво. Нравится, не нравится. Я довольна. Сейчас буду раскреплять уже работу. И завтра покажу вам при дневном свете, потому что сейчас я снимаю прелампы, как она выглядит. Поближе покажу все-таки буквы. Да, они, конечно, не идеальны, но я старалась. Вот так вот выглядит при искусственном освещении. Сейчас я ее буду раскреплять. И буквально через секунду вы увидите, как это выглядит при дневном свете. Хотела вам снять при солнечном свете икону. Но, к сожалению, вот такая погода. Ну, мне немножко не повезло, но ничего страшного. Вот если мы посмотрим при дневном свете, вот так вот выглядит уже окончательный отшив. Сейчас вам покажу немножко поближе. Крестики все видели. Конечно, они далеки от идеала. Вот поближе буквы. Я очень довольна. Мне нравится, как получилось. Работала я над этой иконой. Больше пяти месяцев. Долго достаточно, но не стала я торопиться, потому что сложно она, конечно, давалась. Вот, ну, не знаю даже, что и рассказать. Я, наверное, и видео-то в последнее время не снимала, потому что посвящала себя отшиву иконы. А когда шьешь икону, какой-то такой настрой, как-то не хочется распыляться, распространяться о чем-то. Для тех, кому интересно буквы, что они обозначают, почему они именно такие, обычно иконы надписываются буквами, первыми и последними буквами греческого написания имени святого. Ну, в данном случае метир-фио, то есть матерь бога, да, м-р, это метир, и фио, это... Вот это такая, эф, я думала, это о. Ну, вот, ну, вот так вот, да. И, ну, Иисус Христос, это понятно, это даже не надо переводить. Так что, вот такие вот у меня итоги. Большое спасибо всем, кто меня поддерживал во время отшива этой работы. Огромное вам спасибо, это бесценно. Кто меня подбадривал и говорил хорошие слова, кто хвалил меня. Это все очень важно. И, действительно, отшивать икону, кто отшивал, тот знает. Отшивать икону совсем непросто. И непонятно, кто над кем работает. То ли ты над ней, то ли она над тобой. Ну, вот, сегодня в такой чудесный, дождливый день я снимаю это видео с завершением. И когда у меня уже будет итог, я специально не оформляла спаса, потому что это венчальные иконы для моего сына. Спас нерукотворный, вернее, спас-содержитель и вот Казанская Богородица. Я их хочу оформить в одном стиле и уже потом, когда оформлю, покажу вам. Вот. Ну, на этом я завершаю свое видео. Еще раз огромное спасибо всем, кто меня поддерживал. И всего вам доброго. Бог в помощь. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот так оформились, вернее, остатки набора Казанская Богородица. Если мы посмотрим внизу, вот металлик. И они мне, конечно, понадобятся для отшива. Я буду отшивать еще раз эту икону уже для дочери. Либо, может быть, для дочери Владимирскую, а Казанскую для себя. Но по-любому отшивать еще буду. Это уже такой вопрос решенный. Так что будут пока храниться в такой коробочке и ждать своего часа. Ну, на этом, наверное, все. Работа над иконой закончена. Следующая икона, которую я буду отшивать, отшив начнется не ранее, чем через полгода, даже больше. Потому что обычно я шью, ну, начиная отшив иконы. Так уж повелось у меня, такая вот у меня сложилась традиция, что я начинаю в первый день Великого Поста. Если ничего не изменится, то тогда весной будем шить следующую икону. Всем всего самого-самого доброго. И до новых видео. Пока. Продолжение следует...